Псалтырь Мы продолжаем наш разговор о псалтыре для зрителей интернет-портала Exegget.ru. В прошлый раз мы сказали самые важные слова о псалтыре, о том, что псалтырь это такой живой, сильный инструмент, когда мы к нему прикасаемся, он начинает лепить из нас сыновей Божьих, лепить из нас людей по образу Христа, ибо Христос есть единородный и истинный Сын Божий. Насколько мы позволяем это делать, благодать из того Духа, настолько мы начинаем походить, уподобляться Христу. И вот псалтырь это такой, я бы сказал, энергийный инструмент, который помогает нам выстроить себя, свои мысли, свои чувства, по своей воле, свои поступки, упражняет наши чувства и погружает наш ум и устремляет нашу волю так, по тому направлению, в том объеме, по тем линиям, которые должны быть у Сына Божия, которые должны быть во Христе. Это главное, что можно сказать о псалтыре. Если мы бы обращались в псалтыре так, как должны были обращаться, если бы мы действительно не просто читали это как текст, а собирались молиться бы этими словами, то есть умом следовать за псалтырным словом, сердцем чувствовать те чувства, которые возбуждают в нас текст слова псалтырь и волю устремлять к тому, к чему она должна устремляться, в соответствии с псалтырным словом, то мы бы постепенно, постепенно лепили бы из себя сыновей и дочерей Божьих. Мы прикасались, то есть когда мы в первый раз сказали, что Дух Святой прикасается к сердцу человека как к карфе и извлекает из нее звуки, слова, о которых свидетельствуются о Боге, о промысле, о жизни, о плаче, о бытии. Вот сейчас мы говорим о том, что Дух Святой, прикасаясь к сердцу человека словами псалтыри, действует как скульптор. Он лепит из нас сыновей Божьих. Но эта лепка возможна только тогда, я уже много раз об этом говорил, когда мы сознаем, что мы делаем, прикасаясь к псалтыри, когда мы ее не вычитываем, когда мы изо всех сил стараемся вызвать те, соответствовать тем словам, чувствовать те слова и устремляться волей к тем словам, которые написаны в псалтыри. И поэтому, по сути дела, псалтырь – это вот некий инструмент, это некий станок, это некое очень непростое действие, когда мы вклиним, вкладываем, опускаем себя в некую среду божественного слова, которое меняет нас. Но надо позволить ей это сделать. Надо позволить словам псалтыри менять меня. А для этого надо действительно вникать во все то, что мы читаем в псалтыри, ну, для начала умом хотя бы, а потом подтягивать к этому и чувство, и волю. Как это конкретно происходило на древних людях, мы, наверное, уже представить не можем. Великое дело, великое явление, ну, по крайней мере, нашей русской цивилизации или русско-христианской цивилизации, когда человек учился по псалтыри читать. Вот он берет текст псалтыри и начинает читать, грамотно, грамотно учится. Это, наверное, нелепо и смешно, но первые мысли и слова, которые входят в сердце, в сознание человека, это слова упования на Бога, слова привязанности к Богу, слова, свидетельствующие о неразрывной связи Бога и человека, слова о том, что промысел Божий действует везде. Самый первый псалом говорил о том, что если ты будешь таким, то будешь как цветущее дерево, а если будешь таким, то будешь как кусочек пыли. И так погрушаясь в слова псалтыри, человек входил в мир, в котором присутствие Бога было само собой разумеющимся. и человек учился не только грамоте, но учился самых первых слов жить в обстановке, в ощущении своей связи с Богом и о том, что уповающий на Бога всегда будет защищен, а человек, разрывающий свою связь с Богом, всегда будет поруган и исчезнет. Человек врастал в эту правильную систему ценностей, как мы сказали бы сейчас. Он врастал в правильное состояние. Он вместе с грамотой осваивал навык быть Сыном Божьим. Хотя бы навык. А вообще-то, если он сердце прикладывал к этой псалтыри, то он не просто усваивал навык, он действительно в меру приложения псалтырных слов к своему сердцу и сознанию, он уподоблялся Сыну Божьему. В том самом нежном возрасте, когда это уподобление максимально легко для человека. И поэтому не было у этих детей переходного возраста. И поэтому они не переживали тех страшных провалов и обвалов, которые происходят с нынешними подростками. Потому что он легко входил в состояние своего сыновства, Богу. Вот Бог был для него близким, привыкал с ним жить. И потом только старался хранить эту мысль, это ощущение, это переживание близости Бога в своей жизни. И дальше, питаясь словами псалтыри, в большей степени именно псалтыри, чем Евангелие, тем более апостол, он питал себя этими словами каждой жизненной ситуации, подбирая то слово из псалтыри, тот стих из псалтыри, который помогал им либо верить, надеяться, переживать, не злиться и всех обидящих и ненавидящих относить насчет Бога, что ты им, Господи, воздай им. Ведь и Христос так жил, и Давид так жил, и Ив так жил, и все праведники жили, нелегко им был, но Бог их защищал, спасал, жалел, помогал, и со мной будет так. И вера человека, несмотря на то, что он проходил с ней по жизни, она никогда его не покидала. Она всегда была с ним, это вера и надежда. Он сразу в детском возрасте стоял на правильной основании, сохранял это до скончания своей жизни. Не все, конечно, но, по крайней мере, вот эта возможность, эта псаломская педагогика, это вот именно не научение человека, а включение человека, инклюзия человека в уподобление Сыну Божьему, в включение его в мир, в котором Бог – Отец, а мы – дети. И мы живем, как его дети, ощущаем эту его заботу, кричим, когда нас обижают, просим, когда у нас недостает, терпим, когда знаем, что нужно потерпеть. И поэтому жизнь с Богом, несмотря на все естественные трудности, ибо мир лежит во зле, и это неизбежно, люди имели необходимый запас опыта и веры, чтобы пережить любые сложности человеческой жизни в Боге и с Богом. Совсем другое, естественно, когда мы читаем, учим читать человека по другим текстам. Может, это стихи Агнии Барто, может, это сказки Шарли Перо или братьев Гримм. Вот, в целом, вполне замечательные тексты, вполне замечательные, вполне хорошие. Вот, наверное, сейчас учатся по-другому, по-другим текстам, но то, те тексты, которые читает ребенок, самые первые тексты, они создают совершенно особенный его мир. Наша плоскость, она заключается еще и в том, что мы не понимаем, не осознаем, какую роль в воспитании, формировании ребенка играет слово. Мы ведь считаем себя просто биологическими организмами. Слово, ну, подумаешь, что-то сказали, что-то еще сказали, что-то он услышал, это все не важно. Главное, накормить ребенка. Главное, его отить. Главное, его спать уложить. Нет. Это, может, для кошки главное. А для человеческого детеныша главное, те слова, которые он будет слышать со своей колыбелью. Но мы не верим в это. На самом деле, вся жизнь нам свидетельствует о том, что ребенок есть то, что он слышит и читает. Человек есть то, что он слышит и читает. Что на самом деле наше мировоззрение, нашу душу, наше поведение формирует слова, которые мы слышим и читаем. Которые нам говорят или которые мы сами услышали. Только слово формирует из нас людей. И поэтому, конечно, когда мы читаем стихи Агнии Барто, ну, я имею в виду вот это советский спектр, это самое, оторвали мишку, уронили мешку лапы, на пол, оторвали мешку лапы или там идет пучок, качается, вздыхает на ходу. Невинные, замечательные стихи. Я сам учился так. Я своих детей учил так, хотя уже тогда знал, какую роль имеет псалтырь, но я не играю в эти игры. Я понимаю, что человек не может сделать больше того, чем сам имеет. Меня не учили по псалтыре, я не смогу научить и ребенка. И поэтому, когда-то, когда я сам стал учиться псалтыре, будет учиться мой сын, я на это надеюсь, может и нет. Но начинать учить его с детства я не дерзну, потому что меня учили другие книги. И вот этот, тем не менее, мир слов, который заключен, скажем, в стихах Агнии Барто, он неплохой. Он очень душевный, он очень теплый, он учит очень важным вещам, человеческим вещам. Это замечательный мир, только одного в нем нет, в нем нет Бога. Нет. И не будет никогда. И вот ребенок вырастает на стихах Маршака, там, или Маяковского, замечательный, что такое хорошо, и что такое плохо, или там, свети всегда, свети везде, Заболоцкого, вот, других советских поэтов. Это замечательный мир, где человек учится быть человеком, где он впитывает в себя и милосердие, и сострадание, и любовь, и подвижничество, и любовь в стране, и любовь к маме. Все это да, но Бога потом вклинить в эту сложившуюся систему очень трудно. Как мы его туда засунем, в этот мир ребенка, есть Бог где? А где действительно? Где? Где Бог в этом зайке на скамейке? Где Бог в этом бычке и дощечке? Где Бог в этом, что такое хорошо и что такое плохо? Его там нет. А мировоззрение сложилось у ребенка. И нам надо очень мягко и почти филигранно, ювелирно вывести этот замечательный человеческий мир золушки, белоснежки или советских стихов того же самого какого-нибудь произведения Астрид Лингрид или еще каких-то вывести на религиозную хотя бы составляющую. Это непросто. Это не просто до сих пор скажем в опыте в таком большом опыте русской православной церкви эта проблема не решена. Потому что мы теряем детей, вроде мы их вводим на причастие, вроде мы их там причащаем каждую неделю, они ходят в воскресную школу и радостно уходят из церкви тогда, когда наступает возраст подростков и взрослений. Ну, или по крайней мере после того, как уходят из школы. Очень мало крошечная толика детей, приведенных некогда в церковь, остается. Почему? Потому что мы не решили проблему слова. Мы не можем ее решить, эту проблему слова. Он формировался в одной словесной парадигме. А христианство это другая словесная парадигма. Она создает другой мир. И мы не можем найти каналы, при которых один мир соприкасается с другим для ребенка. Потом взрослым мы знаем, как это сделать. Но как это делается у ребенка мы не можем. Этому надо учиться. Надо находить книги, интересные ребенку, в которых действует, есть, присутствует Бог, присутствует Христос. Русская литература, да и не только русская, иностранная литература, соответствующая возрасту, художественная литература. Она вводит человека через слово в мир, в котором Бог действует. Но это труд. Это некий, скажем, постоянный поиск, чтобы ребенка постепенно вывести через литературу и культуру, подготовить его и ввести в мир в псалтыри, в котором он, конечно, не с десяти лет, как в прежние средневековые времена, но хотя бы в двадцати-тридц лет он сможет войти в мир псалтыри, который будет ваять из него Сына Божьего. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...